Сегодня мы с вами поговорим о том, как я покупал Xbox 360, а также ответил на множество вопросов, а стоит ли вообще покупать ящик 360 в наши дни. Нужна ли эта консоль, либо все-таки необходимо приобретать более младшие платформы, такие как PS4, либо Xbox One. А также, если вы желаете увидеть лучшие игры данной консоли, то в таком случае вы можете кликнуть по подсказке вверху и ознакомиться с интересующим вас видео. Ну а мы конечно же переходим к консоли Xbox 360. Приобрел ящик я за 6000 рублей и, к слову, столько же стоил и PS3, который я приобретал относительно недавно. Консоль внешне в нормальном состоянии, опять же нельзя сказать, что я купил Xbox в идеале, так как на глянце присутствует множество различных царапин, однако в целом это отличное предложение за свои деньги. В комплекте с консолью шел всего один геймпад, который также далеко не в идеальном состоянии, но при желании я смогу приобрести отдельный контроллер Xbox, благо предложений в наши дни множество, и стоит он довольно-таки адекватно. Консоль на прошивке 3.0 я сейчас объясню, почему я решил приобрести, во-первых, именно Xbox версии сливье, и также объясню вам, почему ящик у меня на 3.0. Дело в том, что у меня было множество Xbox 360, и последние две консоли были как раз-таки на фрибут. Все бы ничего, если бы фрибут не выходил из строя, тем самым консоль автоматически превращается в кирпич. Она включается далеко не с первого раза, и играть на таком Xbox действительно невозможно. Причем при проверке всегда все замечательно, и выбрать хороший ящик на фрибут это нелегкая задача. Но мой первый Xbox был на прошивке 3.0. Я подумал, что за активное время эксплуатации консоли с ней никаких проблем не было, именно поэтому ящик на фрибут меня больше не интересовал. Понимаю, что ситуации бывают разные, 100% у кого-то ящик на фрибут активно работает на протяжении лет условно пяти, и с ним никаких проблем нет. Однако, несмотря на полезную функцию фрибут, которая позволяет вам играть в проект Xbox Original, и не только, меня по большей степени интересуют игры как раз-таки консоли Xbox 360. И к слову, я также приобрел и Xbox Original, поэтому одна из главных фишек фрибута для меня не актуальна. Но кто-то вам может сказать, что привод спустя время будет не очень корректно считывать информацию с диска. И именно сейчас я дам ответ на еще один вопрос, а почему же я приобрел именно Xbox Slim E? Дело в том, что Xbox Slim E это самая последняя ревизия линейки 360-х, и следовательно данный ящик это самая свежая консоль, которая только лишь в процентном соотношении проработает дольше, чем условно Slim Effect. Опять же, все зависит от состояния самой консоли. Количество пройденных игр на ней, к слову, в комплекте с этим Xbox'ом шло чуть больше 20 игр. Это, конечно же, очень мало, и я могу предположить, что эта консоль проработает у меня достаточно продолжительное время. А если учесть тот факт, что 360-й ящик я приобрел ради нескольких проектов, которые недоступны на консоли PS3, то Xbox у меня сохранится в таком же состоянии, в котором я его и получил. Но сейчас хотелось бы поговорить про минусы этой консоли и минусы данной прошивки. Начнем с прошивки 3.0. Несмотря на то, что консоль у меня достаточно свежая и проработает продолжительное время, в любом случае привод будет задействован каждый раз, когда я захочу перепройти очередной шедевр 7-го поколения. И каждый раз, когда диск оказывается в консоли, привод работает действительно громко. Конечно, некоторые игры можно установить на консоль, тем самым диск будет раскручиваться только при запуске. Но в любом случае это не очень приятно. Хотя, спустя несколько часов в Crysis к шуму привода я, можно сказать, привык. Но внимание, безусловно, обращал на шум, так как до приобретения консоли Xbox 360 я играл на PlayStation 3 около двух недель. А там, как вы понимаете, никакого шума нет. Опять же, это минус данной прошивки, а не самой консоли. Он уже в наши дни меня не смущает. Потому что я просто-напросто привык к работе привода Xbox. Это, опять же, особенность данной прошивки. Второй, можно сказать, незначительный минус касается как раз-таки ревизии Slim E. Дело в том, что все мои 360-е ящики являлись слимками, которые издавали специальные звуки при включении и выключении консоли при открытии дисковода. Понимая, что это действительно мелочи, то для самой мелочи не хватает и ревизии Slim E. Данные звуки мне, признаюсь, очень нравились. Это была главная фишка Xbox 360. Здесь ее действительно не хватает. Возможно, если бы данный ящик был моей первой консоли, то я бы не обратил внимания на отсутствие специальных звуков. Но так как прошлые слимки радовали мои уши приятным звучанием, то я, безусловно, обращаю на это внимание. И решение Microsoft в этом плане мне не очень понятно. Ну и бонусом могу рассказать вам еще и про батарейки. Понимаю, что батарейки это, безусловно, вкусовщина, но данное решение лично мне не очень нравится. И когда я приобрел ящик, я не мог его включить, потому что в комплекте батареек не было. И дома, собственно, у меня этих самых батареек так же и не оказалось. Конечно, это все мелочи, и я уверен, что многим батарейки нравятся намного больше, чем аккумулятор. Однако, в любом случае, знать про данную особенность контроллеров Microsoft, я думаю, стоит. И у вас ко мне может возникнуть вопрос, а какой Xbox приобрести в таком случае? И чтобы отойти на этот вопрос, нам придется разобрать совершенно все ревизии консолей, начнем, конечно же, с FED. Пока делал очень много ревизий FED Xbox, а у некоторых отсутствовал даже HDMI. У других он, безусловно, присутствовал, и FED консолей Microsoft выпустило действительно множество. Сам Xbox выглядит интересно и в какой-то степени необычно. Вообще, мне нравятся практически все консоли, которые когда-либо были выпущены, и FED ящик исключением не стал. Он идеально характеризует своим дизайном время выхода консоли. Середина двухтысячных, смена поколений, кнопочные телефоны и так далее. Xbox выглядит приятно, а белый геймпаг словно заслуживает отдельного внимания. Он выглядит действительно великолепно, интересно и круто. Но если вы желаете очень активно играть на консоли Xbox 360, условно вы пропустили седьмое поколение и желаете наверстать упущенное, то в таком случае FED Xbox может просто-напросто не выдержать ваш активный гейминг. Хотя, вспоминая консоль FED PS1, которую я плюс-минус недавно приобрел, и также весьма активно на ней играл, и с ней все изумительно, при том, что FED PS1 намного старше, чем FED Xbox 360. Поэтому, конечно же, в первую очередь обращайте внимание на состояние консоли, ее комплект и так далее. Но затем решайте сами, нужен ли вам FED ящик, либо нет. Следующая ревиза Xbox 360 это Slim. В плане дизайна, лично мне нравятся больше всего все линейки 360-х, именно это ревизия. Хотя я, конечно же, понимаю, что дизайн консоли это вкусовщина, и одним нравится FED, а другим условно Slim E, и это нормально. Slim Xbox 360 выглядит очень круто. Это полностью глянцевая консоль, с хромированной вставками, вследствие чего сарапины она будет собирать достаточно активно. У консоли улучшилась система охлаждения, и она стала банально легче, чем FED. Но не стоит забывать о том, что от совершенно всех ревиз Xbox 360 блок питания не внутренний, а внешний. Лично для меня в этом никакой проблемы нет, однако в любом случае знать про это необходимо. Slim можно покупать в наши дни, но безусловно обращайте внимание на состояние этой консоли, так как многие во времена актуальности седьмого поколения покупали как раз таки Xbox 360, Slim и очень. Действительно очень активно играли на этой консоли. Ну и последнюю ревизию вы могли видеть в начале данного видео. Slim E, либо Slim E, это обычная консоль Xbox 360, которая упрощена совершенно во всем. Но этот ящик был выпущен относительно недавно, и он является самой свежей консолью в линейке Xbox 360, что автоматически говорит нам о том, что данный ящик проработает дольше, чем остальные. Однако это только лишь в процентном соотношении, так как при поиске консоли мне часто попадались 360 именно Slim E в не очень хорошем состоянии. Что же касается дизайна, он как по мне средний, неплохой, и данную консоль, конечно, можно и стоит приобретать. Однако, учитывая этот факт, что далеко не все ревизии Slim E прошиваются. Для консоли Xbox 360 выходило множество различных аксессуаров, однако я выделю самый основной интересный Kinect. Kinect это главный аксессуар Microsoft, который позволял вам при помощи жестов разнообразно проводить время в проектах Xbox 360. Для Kinect выходило немного игр, но они в любом случае присутствуют, если вы желаете попробовать нестандартный гейминг, то в таком случае можно приобрести Kinect для Xbox 360 и прикоснуться к крутому и новому виду гейминга. Kinect это ответ Nintendo Wii и мувом Sony, однако Kinect превосходил что муву PlayStation, что ничаке в ремоуту Nintendo тем, что для взаимодействия с Kinect ничего не приходилось держать в руках. И опять же, Kinect это отличнейший аксессуар, к которому при желании стоит прикоснуться. И у вас ко мне может возникнуть вопрос, а стоит ли покупать Xbox 360 в наши дни? Или же все-таки необходимо приобрести Xbox One либо вообще PS3? И на один из этих вопросов я уже дал ответ, поэтому если вы желаете увидеть отдельное видео о том, какую консоль приобрести PS3 или же Xbox 360, то вы можете кликнуть по подсказке вверху и ознакомиться с данным видео. Однако сравнение ящика 360 с Xbox One не очень корректное, так как это совершенно разная консоль и разных поколений, причем ценник на эти консоли также совершенно разный. Xbox 360 можно приобрести за 4-7 тысяч рублей, а серию One вы не сможете приобрести за эти деньги. Конечно, кто-то скажет, что совершенно во все проекты ящика 360 вы сможете сыграть на Xbox One и с этим, конечно же, никто не спорит. Но игры Xbox 360 в любом случае стоят денег. Да и если ящик у вас был раньше и вы ностальгируете по тем временам, то в таком случае конечно же можно приобрести консоль Xbox 360 и приятно проводить время. Что в Xbox One и что в ящике 360 есть смысл приобретений в наши дни. И если вы желаете увидеть отдельное видео, где мы сравним две консоли от Microsoft, то в таком случае напишите об этом в комментарии и можете также подписаться на канал, чтобы не пропустить ожидаемое вами видео. Ну а вообще Xbox 360 это отличнейшая консоль, на которую выходило множество годных проектов в разных жанрах. Поэтому найти интересующую игру вы сможете совершенно спокойно. И сейчас мы собственно о играх этой консоли и поговорим. Расскажу я вам про те игры, в которые я первым делом сыграл, и ради которых я грубо говоря и приобрел эту консоль. И начнем конечно же с чудесного проекта от Rockstar Games Bully. Несмотря на то, что проект вышел в октябре 2006 года, Rockstar Games не стали портировать Bully на PS3. И даже по сей день вы можете скачать Bully что на PS4, что на PS3 исключительно версию PS2. И единственное отличие, которое будет это Full HD и трофеи. Но в 2006 году Bully была эксклюзивом PS2. И только в 2008 Bully Scholarship Edition вышла на ПК Xbox 360 и Nintendo V. И очень много раз перепрошел эту игру. Bully для меня является приятным воспоминанием, возвращаясь в который я погружаюсь в те времена, когда впервые играл в этот проект. Сюжет конечно же банальный, но он очень интересный, так как это игра от Rockstar Games ты понимаешь буквально с первых секунд, что передовой качественный проект, который можно порекомендовать абсолютно в любом году. На данном канале когда-то выходил пересказы этой игры, если вы желаете узнать более подробно про Bully, то вы можете кликнуть по подсказке вверх и посмотреть пересказ на эту игру. Однако в любом случае если у вас имеется желание самому прикоснуться к этому великолепному проекту и провести прекрасное время, то вы без проблем сможете это сделать, так как Bully выходила практически на все возможные платформы за исключением Xbox Original. Что конечно же странно, так как консоль была гораздо обочнее второй Playstation. И было бы действительно интересно увидеть эту игру на Original ящике, сравнить графику с 360 Xbox, но сделать это мы конечно не можем. Следующей игрой, которую я прошел стал Alan Wake. Видимо мрачная, и в тот же момент интересная игра. Alan Wake очень годная, эксклюзив с крутой историей и приятным геймплеем. Отдельное внимание я бы хотел уделить аудиосоставляющей в этой игре. Ведь когда ты слышишь главный саундерок Alan Wake, ты можешь просто остановиться и заслушать его до конца. Настолько была приятна данная композиция моему уху, что каждый раз перепроходя игру я останавливался возле магнитофона и слушал очень качественный саундтрек. Также сама игра очень крутая. Я могу порекомендовать Alan Wake абсолютно в любом году абсолютно в любое время. Ведь если у вас допустим только Xbox 360 и не других консолей и ПК, то обязательно скачивайте эту игру и наслаждаемся очень крутой историей, геймплеем и весьма приятным визуалом. Ну и пусть последней игрой, которую я прошел станет Metro 2033. Данная часть Metro не была выпущена на консоль PS3. И так как мне нравится играть именно на консолях, то скачивать эту игру на ПК я понятное дело не стал. И перепрошел чудесный проект именно на Xbox 360. Некоторые считают первую часть Metro лучшей игрой в серии и я частично с этим согласен. Так как в 2010 году проект воспринимался совершенно по-другому. Metro это не просто игра, в которую приятно возвращаться спустя время. Для меня Metro это в первую очередь ностальгия. Мне было очень приятно перекоснуться к этому проекту. Если вы допустим играли в Сталкер и желаете сыграть примерно в такую же игру, то попробуйте скачать в Metro 2033 и я думаю, что данная игра вам понравится. Интересный способ приобретения предметов за патроны. Также очень крутой сюжет, и как многие знают, Metro 2033 получила продолжение. Но о других играх мы конечно же говорить не ставим, так как в таком случае видео получится крайне объемным. Да и с другой стороны этого делать и не нужно, так как я снимал множество различных видео про консоль Xbox 360, поэтому вылегайте по подсказкам и ознакомьтесь с интересующим вас видео. На Xbox 360 за плюс-минус месяц владения этой консоли я прошел множество интереснейших игр. Но так как я приобрел Xbox Original, то условно в HAL я начну играть именно на консоли Xbox 2001 года. Несмотря на то, что некоторые части HAL все-таки но и были пройдены. Если вы желаете увидеть подобное видео но только с консоли Xbox Original, то конечно же напишите об этом в комментарии, но я предлагаю перейти к заключению данного видео. Xbox 360 это отличная консоль, которую можно приобрести в наши дни. Стоит она адекватно и также приобретя Xbox вы получите доступ к крутым играм консоли седьмого поколения. А хитов за период актуальности данного поколения вышло действительно очень много. Microsoft несмотря на серьезную конкуренцию со стороны Sony выпустили чудесную консоль, которая превосходила PS3 по многим показателям. LG несмотря на конкуренцию выпускает новые консоли и радует старых фанатов прекрасными играми. Ну а вы пишите в комментарии что думаете насчет консоли Xbox 360. Также не забывайте подписываться на канал и групп канал ВКонтакте. Следующее видео как обычно скоро выйдет, поэтому мы с вами также скоро увидимся. Но в любом случае всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok